МВД проводит необходимые следственные мероприятия по установлению причин инцидентов, произошедших в Цхинвале. По информации ведомства, 14 июля в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что 29-летний житель Заусского района попал в РММЦ с проникающим ножевым ранением в область груди. Оперативники задержали подозреваемого 28-летнего жителя района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. После один из участников достал нож и нанес удар своему сопернику. В МВД сообщили еще об одном происшествии. Двое мужчин были доставлены в РММЦ с огнестрельными ранениями ног, но они отказались предоставлять сведения по факту произошедшего и информацию о лице, совершившем в отношении них противоправное деяние. Правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 14 июля в дежурную часть Министерства внутренних дел поступило сообщение о том, что в приемное отделение РММЦ доставили с огнестрельными ранениями ног двух братьев 40 и 38 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, но от госпитализации они отказались. Мужчины также отказались предоставить сотрудникам милиции сведения по факту произошедшего и информацию о лице, совершившем в отношении них противоправное деяние. В настоящее время органами внутренних дел проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На минувшей неделе сотрудниками УКОН было проведено оперативно-розыскное мероприятие в частном домовладении 60-летнего жителя Цхимвала. В ходе проведенного обследования на лестничной площадке были обнаружены четыре куста конопли, выращенные в пластиковом ведре. В ходе проведенного обследования оперативники обнаружили на лестничной площадке четыре куста конопли, выращенные в пластиковом ведре. Наркосодержащие растения были изяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел. Экспертиза показала, что кусты содержат в составе наркотическое средство тетрагидроканабинол. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих растений. За неделю зарегистрировано три аварии. В результате одной из них пострадал один человек. Сотрудниками ГАИ выявлено 316 нарушений правил дорожного движения. В отношении четырех водителей составлены административные протоколы за управление автотранспортом в состоянии опьянения. 11 водителей отказались от медицинского освидетельствования. Однако правоохранители предупреждают, что отказ водителя приравнивается к лицу, находящемуся в состоянии опьянения и влечет за собой аналогичную ответственность. Оксана Джоева, Регина Черткоева, Аида Кочиева, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня.